Осака. Второй по величине город Японии. Один из деловых и финансовых центров страны. Огромный торговый порт и штаб-квартира Panasonic. В Осаку приезжают заключать крупные сделки и отдохнуть от снобизма и чопорности Токио. Но есть ли что там делают туристу? Давайте разберемся. Наверное, самая известная достопримечательность Осаки – это самурайский замок XVI века. Его много раз сжигали и разрушали, потом отстраивали снова. Последний раз главную башню замка перестраивали в 30-х годах XX века. Чудом она пережила Вторую мировую войну. И это то самое здание, которое можно увидеть сейчас. Вокруг замка есть огромный парк. Весной тут полно сакуры, а летом устраивают пешки жители Осаки, поют гимны буддистские монахи и упражняются в искусстве владения катаной традиционным японским мечом юные японцы. А вот, собственно, так выглядит тренировка боя на мечах. Как и в любом другом уголке Японии, в Осаки, конечно, есть свои древние синтоистские буддистские храмы. Самый большой буддистский храм Осаки перед вами – храм Шитоноджи. Это также и самый старинный буддистский храм во всей Японии. А перед воротами храма расположился местный глушиный рынок. Выглядит очень странно, но вещи есть довольно интересные. Можно даже купить дерево в бонсай. Другой храм, который посещают все туристы – храм Хоземджи и его священный бог. А это один из самых необычных храмов в Осаки. То, что вы видите, это статуи божества. А такие мшистые они, потому что, чтобы помолиться и загадать желания, надо полить их водой. Просто невероятно выглядит. Происходит все вот так. Бросить монетку, поклониться, зачерпнуть воды из каменной чаши, полить статуи, загадать желание или помолиться и снова поклониться. Рядом есть небольшое святилище, уже без мха, с более традиционными и очень симпатичными скульптурами. Осака – современный мегаполис. Здесь много современной архитектуры, которая, как мне кажется, несколько лишена японского национального колорита. Но в Осаке есть один знаменитый небоскреб, который все-таки заслуживает посещения. Хотя бы потому, что на крыше есть смотровая площадка с обзором центра города на все 360 градусов. На крыше небоскреба Умэда Скай ведет лифт и стеклянный эскалатор, в котором таки появляется ощущение какого-то фильма про будущее. На сороковом этаже обустроена застекленная терраса с кафе на случай ветреной погоды. Окна тут настолько чистые, что, кажется, стекло в них просто нет. По периметру крыши проложена дорожка, с которой видна вся Осака. Также внутренность небоскреба с эскалатором и шахтой лифта. Вообще, с высоты 200 метров Осака смотрится наиболее привлекательно. Знаменитый район ночной жизни Датанбори. Нельзя побывать в Осаке и не прогуляться по этому району ночной жизни, уличной еды и известных на всю Японию странных клубов. Датанбори знаменит разными необычными заведениями. Очень многие заведения с эротической тематикой. Днем Датанбори в основном это магазины, рынки и куча еды. Собственно, куча еды тут и вечером. Классная уличная еда это то, чем Осака знаменита на всю Японию. Попробовать все эти экзотические деликатесы можно не только в Датанбори, но и на одном из центральных рынков. Я пришла на рынок Курамон, известный своей рыбой, которую можно попробовать прямо свежайшую тут в виде сашими или приготовленную на гриле. Посмотрите на эти гигантские креветки. А это огромные клешни краба. Все это выглядит максимально аппетитно. Самые экзотические морские обитатели, которых тут можно попробовать. Это морские моллюски. Вот в таких большущих белых раковинах. И морские ежи. Я попробовала такого ежика. Вкус очень нежный, как жирные взбитые сливки с солью и запахом моря. Осака стоит на побережье Тихого океана. И Осакская бухта принимает каждый день лайнеры, танкеры, рыболовецкие суда со всего мира. Прямо в порту есть колесо обозрения с видами города и промышленной инфраструктуры. Кстати, подсветка колеса не просто так. Она предсказывает погоду на следующий день. Оранжевый цвет подсветки, как на видео, означает солнечную погоду. Немного удивительно, что почти до конца 19 века порт Осаки был закрыт для иностранной торговли. При этом теперь, немногим более 100 лет спустя, это один из крупнейших коммерческих портов мира, использующий самые прогрессивные технологии. Вообще, с высоты птичьего полета все эти эстакады и контейнерные площадки выглядят как бьющееся стальное сердце гигантского организма. Рядом с колесом обозрения есть самый большой в мире и крытый аквариум. И вот такая бронзовая статуя русалочки на набережной. Главный вокзал Осаки выглядит почти как центр современного искусства. Как ни странно, главный вокзал Осаки тоже входит в число городских достопримечательностей. А к вокзалу ведут вот такие железнодорожные мосты через реку Йода. Почему-то именно это место больше всего запало в мое сердечко и оказалось для меня самым уютным и живописным в этом стальном и бетонном городе.